Добрый вечер. Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Шмот, первые главы книги Шмот. На прошлом уроке подробно обсуждали переломный момент, который описывает Тора в этом недельном разделе, когда рабство начинает подходить к концу и созревает уже процесс освобождения. И процесс этот начинается с того, что Муше осознаёт себя как еврея, выходит к своим братьям, заступается за них, и в конечном итоге это кончается для него. Плохо ему приходится бегать, спасаться бегством, и он таким образом попадает в Медьян, и там его приглашает к себе Итро, верховный жрец Медянитян, который к тому времени уже стал всерьёз сомневаться в истинности той религии, которую он служил, начал искать истину, что в конечном итоге приведёт его и к Торе, и к Юру, но это в дальнейшем. Пока что сказано, это вторая глава книги Шмот, 21 стих, «И решил Муше остаться у этого человека, и тот дал Муше в жёны свою дочь Ципору». И она родила сына, и он назвал его Герошом, потому что сказал, «Пришельцем был я в чужой земле». И решил трудно перевести, это на русский язык точно, в оригинале, буквально Муше задержался, он задержался и решил принять приглашение Итро, задержался у него и решил в конечном итоге поселиться у него. Ну, а уже в дальнейшем, после того, как он поселился, он и принял его ещё одно предложение и взял в жёны дочь Итро Ципору. Родится сын, называет он его Гершом, от слова 10 до слов, Гер, то есть пришелец, я был пришельцем в чужом, в чужой земле. Итак, вот по поводу этих самых слов, довольно редко употребляемых в Танахе, «Пайо иль Муше задержался Муше или он решил так». Согласно то, что мы перевели и решил так, это согласно Таргуму, то есть арамейский перевод Торы Ункилуса, он так и объясняет эти слова, т.е. Муше согласился, выразил своё согласие и пожелал остаться у Итро. Амидраж, который всегда требует буквального понимания слова, он говорит здесь по-другому. Корень этого слова – Алла, т.е. поклясться. Получается, что Муше поклялся, правда непонятно, каким образом можно приклеить то, что он поклялся, потому что сказано дальше, что он остаться у этого человека. Что это означает? Траши приводит, Мидраж, который говорит так. Амидраж говорит, что это слово означает клятву, т.е. как производное от Аллах. И тогда стих нужно понимать так – он дал клятву, что покинет Медьян только с его позволения. И поклялся Муше остаться у этого человека, т.е. остаться в любом случае, даже если ему очень-очень захочется уйти, даже если необходимо будет идти куда-то далеко, и он должен будет просить разрешения Итро. А в комментарии Баля Турим приводится ещё один Мидраж, который идёт по стопам первого, т.е. требуя буквального перевода слова, буквального понимания слова «вайоэль» от слова «Аллах», что означает «клятва». Но только клятву он там объясняет иначе. Пишет Баля Турим так. Итро, не будем забывать, что он был жрец, и для своего народа он был ещё верховный жрец, служитель языческий, служил идол. И когда Муше женился на его дочери, то ему пришлось дать Итро клятву и поклясться, что первого сына, который родится у них, он отдаст нам воспитание Итро, чтобы тот стал, чтобы тот вырастил его тоже жрецом, идолопоклонником. А уже начиная со второго сына, это уже Муше в соответствии с этим договором, с этой клятвой, это уже Муше будет рассматривать, как его воспитывать, может воспитывать его как угодно. Но первого сына отдать в семинарию, чтобы он был жрецом и идолопоклонником. С вашей задачей, как Муше мог согласиться на такое условие, чтобы его сын, его первый сын, чтобы он получил воспитание подобного рода, чтобы стать жрецом и идолопоклонником. Муше был уверен в себе, что ему к тому времени удастся склонить Итро пока свадьбу сыграют, пока родится сын, пока он вырастет, он уже сумеет Итро к тому времени уговорить, что это всё несерьёзно. Муше уже знал, что Итро на самом деле всерьёз-всерьёз сомневается в истинности той религии, которой он служил. Настолько он сомневается, что он сам Тону ей уже перестал служить. И, как это было видно из предыдущих отрывков Торы, за это жители Медьяна его бойкотировали. Поэтому Муше понял здесь, что это требование, оно не такое уж серьёзное. Муше не входило, очевидно, в психологические проблемы Итро. Почему, будучи уже сомневающимся и даже отрицающим эту религию, всё-таки он потребовал, чтобы его внук воспитывался в лоне этой религии, Муше был в себе уверен, что ему удастся отговорить Итро от этой затеи. И поэтому он ему это пообещал и даже поклялся. И в действительности Муше оказался прав. В конечном итоге мы знаем, что Итро не только не реализовал эти свои планы по поводу внука, но и в конечном итоге он сам принял гею и стал евреем. Продолжает дальше Балятурь, но вместе с тем подобного рода решения, обещания, уж тем более клятвы, бесследно они не проходят. Хотя расчёт Муше был верным, хотя его расчёт был правильным, и ничего Итро в направлении воспитания своего внука не сделал. Да, но на потомственном уши эта клятва оказала ужаснейшее влияние. А именно, что его внук Муше стал служителем, стал жрецом и дал поклонникам. Откуда Балятурьм это знает? Что он имеет в виду? В книге Шофтин, где описывается эпоха после завоевания Ира Цисраэля, эпоха очень сложная для еврейского народа, когда в его отдельных слоях распространяется и язычество, и есть стремление подражать местным жителям к наанеям, которых не сумели всех их выгнать из страны. И вот тогда рассказывается следующая вещь, это 17-18 главы книги Шофтин. «И был человек с гор Эфраемовых по имени Миха. Миха, он принадлежит колену Эфраем, я здесь пропускаю, чтобы сразу подойти к делу, и взяла его мать 200 сребряников и отдала их плавильщику, и он сделал из них и стукан, и литой кумир. Просто сделал самым простым образом идола для того, чтобы ему, наверное, служить. И был он в доме у Михи. А у этого человека у Михи был дом Божий, то есть место, в котором, по идее, нужно было молиться. Ну и коли есть у него сейчас этот и стукан, самое лучшее место для него – дом Божий, чтобы там ему и молиться. И сделал он Эфод, Трофим, и посвятил одного из своих сыновей, и тот стал у него священник. Коли есть дом Божий, и коли есть уже в нём литое божество, значит, нужно, чтобы ещё и был священник. Он взял одного из своих сыновей, стал у него священником. Тем временем и был юноша из бейтлехом и иудейского, левит, который жил в семействе иуды, то есть он был левитом, а левиты, как известно, не получили надела в земле Израиля, и поэтому левиты жили в самых разных частях страны Израиля. А вот этот вот левит был из бейтлехом, и бейтлехом, как известно, город на территории колена Иуда. И пошёл тот человек из города, из бейтлехом и иудейского, чтобы пожить, где ему удастся. Парень, очевидно, без определённого занятия и не имеющий постоянного заработка, поэтому он скитался вместе в поисках заработка, где бы его взяли и где бы дали ему какой-то заработок. И дошёл он таким образом до горы Фраимова, до дома Михи. И вот там ему, что называется, повезло. И сказал ему Миха, живи у меня, и будь мне отцом и наставником и священником, а я дам тебе 10 серебряников в год, необходимое одеяние и пропитание твоё. То есть Миха решил, что это как раз великолепный случай у него, дом Божий у него есть, и божество у него тоже есть летое. Только что проблем у него, настоящего священника нет. И написано, что он посвятил своего сына в священнике. Но это же не настоящие священники. Настоящие священники должны быть коинами, потомками Аарона Коина. Если нет, ну уж хотя бы левитами, потомками Леви, а не то, что его сын... А тут вдруг как раз правда не коин, зато левит всё-таки относится к клану служителей Бога, и поэтому он решил ему предложить вот этот вот пост, эту работу, остаться у него в качестве священника, служителя Бога, и предложил ему условия неплохие, полный пенсион, содержание, пропитание и ещё и 10 шекелей, 10 серебряников в год. И левит пошёл на это. А на самом деле стоит позор. Левит, который в поисках заработка решил быть служителем этого идола. И согласился левит жить у того человека, и был юноша у него, как один из сыновей, а миха посвятил этого левита, и был у него этот юноша священником, и жил он в доме михи. Это в 17 главе. Дальше в 18 главе рассказывается о налёте, который был завершён на дом того самого михи, в результате которого у него украли, отобрали, ограбили его и отобрали у него этого идола. В те дни Колено Данова, то есть Колено Дан, одно из отрядов Колено Дан, искало себе удела, где бы поселиться, ибо не выпало ему до того дня удела среди колен Израилевых. То есть освободить от Кнеонеев ту площадь, ту территорию, которая была намечена, как Колено Дан до сих пор не удалось, поэтому Колено Дан ищет себе другие решения своей жилищной проблемы. Ну и вот они попадают тоже по пути, когда они идут выискивать себе территорию. Они проходят через территорию Колено Ефраин, доходят до дома михи. И зашли они туда и вошли в дом юноши левита, в дом михи. Зашли они туда и увидели там «Церебряный истукан», и взяли истукан с Эфодом, и Трофим, и литой кумир, и сказал им священник, «Что вы делаете?» Грабят среди бела дня. И сказали они ему, «Молчи, положи руку в войну, став своим самым, заткнись, и иди с нами, и будь у нас отцом и священником». То есть, коли мы уже заберём идола, «Так иметь тебе смысл, нам же тоже нужен будет священник, ты уже иди к нам, мы тебя содержим, будем не хуже, чем местные». Разве тебе лучше быть священником в доме этого человека, чем быть священником в колене и семейство Израиля в горе того? У нас Чоп куда более уважаемый. Здесь ты просто служишь в доме Божьем у частного лица, а мы тебя назначим священником целого, даже целого колена. «И возрадовало сердце священника, и взял он и фон, и терафим, и истукан, и пошёл среди народа». То есть, вместе с украденным идолом ушёл и священник. До сих пор этот священник анонимный. Его называют то священником, то юношей, то левитом, а как его зовут? «И поставили сыны Дановы у себя тот истукан, и Йонатан, сын Гершома, сына Минаше, сам и сыновья его, были священниками в колено Дан до изгнания из этой земли». Колено Дан, поселившееся на север страны, у них там есть святилище с литым истуканом, с кумиром, а служит ему тот самый священником, ему левит, которого зовут Йонатан, он сын Гершома, сына Минаше. Говорят наши мудрецы. Это известный принцип уже. Тулим Калькала Бамикулькаль. Если рассказывается здесь плохо, если приводится рассказ с очень нелестной информацией о ком-то, и называется его имя, и на имя это на первый раз нам ничего не говорит, говорят наши мудрецы, «Ищи среди тех людей, которые уже упомянуты». Среди тех людей, о которых уже рассказывалось. «Кто этот Йонатан, сын Гершома, сын Минаше?» Говорят наши мудрецы, это внук Муше. Гершом, сын Муше. Йонатан, сын Гершома, только даже написано «сын Минаше». Здесь есть одна лишняя согласная. «Нун», говорят наши мудрецы, согласно эту вставленную туда, только для того, чтобы хоть как-то затушевать тот ужас и тот стыд и тот позор, который происходит от того, что внук Муше служил идолу. Как это могло быть? Как мог докатиться внук Муше, левит до такого позора, тщательно ампулятуре, это был результат той самой клятвы, которую дал Муше своему тестю. Поклявшись, что своего первого сына, Гершома, он отдаст в обучение, чтобы тот стал жрецом и долопоклонником, хоть эту клятву он не имел в виду её исполнять, и он был уверен, что ему не придётся исполнять, и не выполнил её, потому что Итро этого в конечном-то итоге не потребовал, но такая клятва она оставляет отпечатать. Ничто не проходит бесследно, и вот так через два поколения внук Муше оказывается служителем, пусть не идеологическим служителем, пусть он это делает исключительно по причинам поисков заработков, но результат-то он плачевный. Внук Муше служителем идолом. Ну а теперь вернёмся к вопросу самому первому, самому сложному здесь понять психологию Итро. Как может быть, что человек с одной стороны, как пишет Рашик Кафарба Абудазара, он отверг ту религию, которой он до сих пор служил, и настолько это было явным, не то, что он где-то там в глубине души зомневался, нет, это было достаточно явно, настолько явно, что окружающие его и его семью бойкотировали, и вместе с тем тот же самый человек требует от Муше и требует от него поклясться, чтобы тот посвятил своего старшего сына, первого внука, посвятил его в жрецы, и чтобы он вырос в ломе той религии, которую Итро отрицает. Предлагают в качестве ответа, может быть, Итро хотел показать окружению лояльность, тем самым, то есть ему, может быть, он страдал от этого бойкота, который был, и тем самым он хотел как-то показать лояльность, и для этого он потребовал от Муше такую. В общем, для того, чтобы показать лояльность, он мог бы хотя бы пару раз зайти в святилище, ещё что-нибудь, жертву какую-нибудь принести, так, чтобы народ не очень-то… А уж кроме того, что происходит внутри семьи, и то, что он потребовал от Муше, кто это знает, это не вещь, то, что Муше поклялся, это не та вещь, о которой пишут в газетах, это не та вещь, которая становится достоянием общественности. Этот вопрос, вот это вот… Понятно, что душа человеческая – это очень-очень нечто очень-очень сложное, и любые попытки рисовать такие простые схемы человеческого мышления, человеческой психики, они несерьёзны. И человеческая душа на потёмке, и человек очень часто делает вещи, которые, казалось бы, противоречат всему тому, что мы о нём знаем. Чтобы понять здесь его психологию, обратимся к объяснению, которое даёт в своих беседах, дал в своё время в своих беседах Ребхайм Шмолевич. И в дальнейшем это объяснение было напечатано в книге его бесед. Он говорит там о понятии «Эвед-Ашем» «раб Божий». Не идёт речь о человеке, который исполняет заповеди Бога, о человеке, который молится более серьёзно. Раб Божий. И слова эти «раб Божий» даже у тех людей, которые приблизились к Богу, поверили в Бога, заповеди стали исполнять, молятся, ходят на молитвы ежедневные. И, в общем, вполне-вполне соответствует нашему представлению о исполняющем евреи. Вместе с тем, почти у каждого слова «раб Божий» вызывают отрицательную ассоциацию. Никуда уже не убежишь, потому что выросли мы, и не только мы, но мы, по крайней мере, мы выросли в окружении, в котором слово «раб» всегда, всегда было что-то самое ужасное, что-то самое-самое отвратительное, что-то самое-самое унизительное, что есть на свете. Напомню только, что в 20-х годах прошлого столетия в ликбезах учебники для ликвидации безграмотности русского языка начинали люди там учить со слов «мы не рабы, рабы не мы». Это очень-очень сильно зашло, зашло в плоти кровь, с молоком матери воспринято отвращение к рабству. А вторая вещь выглядит иначе. То есть только что о Муше сказано самый высший, самая высшая похвала, самый высший комплимент, который Тора дает Муше, то, что он был «эвэдаше», раб Божий. Раб – это значит, что у него нет ничего своего. Чем раб отличается от любого другого человека? Есть рабочий, который тоже работает, он может работать иногда тяжелее, чем раб. Но рабочий, у него есть своя свобода, у него есть своя жизнь, он нанялся на работу, от сих до сих он поработал, а дальше у него есть своя собственная жизнь, на которую его работодатель не может посягать. Раб – это не так. Он весь целиком, целиком со всем, что у него есть, принадлежит хозяину. Своего у него ничего нет. И вот достигнуть этого очень трудно. Даже те, кто служит Богу, они служат Богу, конечно, исполняют заповеди, молятся, и все, да, но при всем притом сохраняют свою некоторую независимость. Служат, но личная своя жизнь у нас тоже есть. И очень-очень трудно перейти вот этот самый Рубикон. В человеке заложено бунтарство. Бунтарство, которое мы можем это... Нам всегда очень... Когда нам рассказывают про какие-нибудь восстания, революции, нам всегда очень легко сопереживать вот тем самым бутарям Спартакам и другим революционированным бунтарям, которые поднимали восстание. Это естественно, потому что в человеке, от один из его царей, бунтарство в человеке, безусловно, заложено. И когда на человека надевается вот такое ярмо, когда ему предлагается стать рабом, это ему очень и очень тяжело. Пример тому приводит Рабхайм Шмулевич, известная очень история его, Шеми бен Гера. Шеми бен Гера был человеком, который оскорбил царя Давида. Ну и строго говоря, по букве закона, человек, оскорбивший царя, он заслуживает смерти. Но царь Давид его не тронул, сказав своему окружению, что если уж так получилось, если Бог позволил этому человеку так меня оскорблять, то, наверное, я это заслужил. И всю свою жизнь он его не тронул. Но умирая, царь Давид завещал своему сыну Шломо, чтобы тот сделал акт справедливости и чтобы возмездие настигло Шеми бен Гера, поскольку по закону ему действительно полагается смерть, как человеку, оскорбившему царя. И сказал ему Давид, ты уже своему сыну Шломо, ты уже найдешь по мудрости своей, ты уже найдешь способы, как это сделать. Почему же здесь мудрость была, просто объявить, сдать его полиции, и все. После того, как человек много-много лет прожил, и при том, что тот царь, который его оскорбил, его не тронул, как-то вдруг сейчас вдруг ни с того, ни с сего объявить ему, что его должны казнить, Царь Давид конечно не сделал. Он вызвал Шеми Бен Гера, к себе и сказал волею царя ты можешь отныне жить только в Иерусалиме и не имеешь права выходить из Иерусалима. В день, когда ты выйдешь из Иерусалима, ты подпишешь себе смертный прикол. Ну и рассказывает дальше пророк, что через некоторое время произошло событие у Шеми Бен Гера, сбежал какой-то раб, и он бросался за ним в погоню, и вышел за городскую черту, ушел из Иерусалима. Действительно, то есть расчет Шламу оправдался. Ну а где же его здесь большая мудрость, а вдруг бы этого не получилось. Ну так получилось, что Шеми Бен Гера таки, да, ушел из Иерусалима. А может быть, он бы сидел, есть люди, которые всю свою жизнь живут в одном городе и не испытывают никакой потребности уйти из города. В Иерусалиме есть люди, которые всю свою жизнь прожили в Иерусалиме и никогда не уезжали с ним. И не нужно им этого. В городе все есть. Чего еще им нужно? А уж тем более, если человек знает, что ему грозит смерть, под страхом смерти, да, конечно же, вот здесь проходят водоразделы. Когда человек не выезжает из города по своей воле, он может десятками лет жить в одном городе и не испытывать никакой сложности из-за того, что он не ходит из города. Но в тот момент, когда ему запрещено, когда он порабощен этому требованию, то тогда это требование становится ему нестерпимым. И тогда его воля к свободе становится настолько сильной, и что он не в состоянии удержаться даже под страхом смерти. Вот это вот тот самый бунт, вот та неспособность подчиниться, та неспособность поработиться, то бунтарство, которое восстает. То же самое происходит и с Ятро. Ятро, он, сегодня бы его назвали Бальшула, человек, который вырос в лоне своей языческой религии, стал ее отрицать, засомневался, стал ее отрицать, стал искать истину, кончилось тем, что он ее полностью отверг. Да. Но рабом Божьим он еще не стал. До этого ему далеко. Поэтому, что он хотел? Он хотел, чтобы его внук проделал бы тот же самый путь, который он проделал. чтобы не было так, чтобы Муше воспитал своих детей, он уже познакомился с Муше, и он понял, как он будет воспитывать своих детей. Ему было совершенно очевидно, что он будет воспитывать своих детей в вере, в вере в Бога, в полном отрицании любой формы этого поклонства, какой бы то ни было религии. Какой бы то ни было религии, это так будет? Вот этого Итрой не хотел. Итрой не хотел, чтобы ему казалось, что таким образом его внук будет роботом, ему внедрят истину, дадут ему истину на тарелочке с голубой каемочкой, и ценить-то он ее не будет, ведь он не выстрадал эту истину, он до нее не дошел, так как Итро дошел. Итро дошел до отрицания лжи, тем, что он понял, что это ложь. Вот этого он хотел от своего сына, от своего внука точнее, сыном у него уже ничего не получится, со внуком. Пусть его внук тоже раскроет ложь своими силами, пусть он дойдет до истины своим умом, и тогда он будет настоящим человеком настоящей верой. Таков был расчет Итро, неправильный расчет, ошибался Итро. Если ему был такой путь, это был его путь, и он действительно, ему удалось дойти до веры своим умом очень здорово, замечательно, честь ему и хвала, но вот уже детей так воспитывать не следует, и внуков тоже. Это была ошибка с его, ну а то, что Муше с ним согласился, как мы сказали, он был уверен, что Итро в конечном итоге не потребует выполнять эту клятву, и так на самом деле и случилось. Едем дальше. И было спустя долгое время умер царь Египта. И стинали сыны Израиля от работы и возопили, и вознесся к Богу и хлопль от работы, и услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Ицхаком, и Яков, и увидел Бог сынов Израиля, и призрел их Бог. Так и было спустя долгое время. Умер царь Египта. Тот самый царь поработитель, который поработил евреев, слава Богу, умер. Казалось бы, нужно было только радоваться. Вместо этого истинали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся к Богу и хлопли от работы. Почему они истинали? Почему именно сейчас приходит это истинание? Раша отвечает на наш вопрос следующим образом. Умер царь Египта, на самом деле он не умер. Он только заболел проказой, и его врачи, медики сказали ему, что излечиться от проказы можно, если он будет купаться в крови младенцев, человеческих младенцев. и поэтому он повелел резать еврейских детей, чтобы окупаться в их крови. Это такое лекарство было тогда, вот проказы. Но это уже написано, что он умер. Говорят наши мудрецы, это не страшно, потому что есть ряд, есть несколько категорий людей, которые считаются всё равно как мёртвыми. Например, бедняк, полностью лишившийся средств для существования считается мёртвым, и в том числе человек, заболевший проказой, тоже считается мёртвым. всё равно как мёртвым, ещё живой, но он всё равно как мёртвым, человек отверженный от человеческого общества, достаточно кому-нибудь раз, если кто-нибудь хоть раз видел, что представляет собой лепрозорий, то не станет особо удивляться тому, что наши мудрецы сказали, что человек прокажённый, он считается как мёртвым. Значит, Тора, хотя говорит здесь про то, что царь Египта умер, но на самом деле он не умер, он только заболел проказой, ну а отсюда уже был жуткий плач, когда начали резать еврейских младенцев для того, чтобы изготовлять такие вот купания для фараона. Это ответ Раши. Рамбан даёт несколько другой ответ. «Конечно же, так уж принято и естественно вполне ожидать, что люди, которые изнывают под иго тирана жестокого и несправедливого царя, ждут не дождутся, когда он наконец отдаст Богу душу свою. Но когда произошло и когда тот умер, почему же они только заплакали? Заплакали из страха о том, что следующий царь будет ещё хуже. Рано радоваться тому, что умер предыдущий царь, кто сказал, что следующий будет лучше. То есть получается, что плач этот пришёл не от тяжести работы, тяжесть работы была и раньше, тяжесть порабощения была и раньше, страдания были и раньше, но раньше была надежда, а вот теперь надежда умерла, придёт новый царь, будет ещё хуже. Некоторые развивают мысль Рамбана, уже более поздние комментаторы, в XIX веке так писал Маркус Лемон, Маркус Лемон в своём комментарии к Агаде пишет следующую вещь, что конечно же, когда умирает подобного рода тиран, с одной стороны, это может внушить и надежды какие-то, может быть, иллюзорные, но всё-таки надежды, быть может, новый правитель изменит своё отношение к людям, по крайней мере, к тему, к детаемым рабам, какими были евреями, евреи, ведь в принципе угнетали их ни за что, ни про что, чем они заслужили вообще, поэтому была надежда, что, может быть, новый правитель каким-то образом изменит их положение к лучшему, о том, есть вопрос был только вот в чём, будет ли новый правитель продолжать политику старого или нет, а в Египте мы знаем, случалось всякое, ну, очень известный пример, скажем, Эхнатона, тут после того, как Эхнатон воцарился, то он начал уничтожать всё, что было связано с его собственным отцом, уничтожал все воспоминания о нём, закрывал храмы, которые тот построил, строил свои храмы, перенёс даже столицу в другой город, исполнил начать всё-всё-всё сначала. Может быть, такое произошло бы и здесь, может быть, да, может быть, нет. Как люди могли судить, что их ждёт в дальнейшем. Наученные опытом они смотрели на похоронную процессию. Если похоронная процессия была пышная и умершего царя хранили со всеми царскими почестями, с плакальжицами, с роскошной траурной процессией и так далее, это означало, что следующий правитель, будущий правитель будет продолжать политику своего отца. внимательно смотрели всегда на состав похоронной комиссии, кто в него входит, кто будет управлять вопросами похороны, как они будут оставлены. Если же похороны будут, может быть, царскими, но всё-таки скромными, по царскому разряду, но скромными, тогда надежда на то, что будет изменение курса, была довольно реальной. И вот после того, как фараон умер, евреи, конечно же, все свои чаяния связали с его похоронной процессией, и когда увидели, что похоронная процессия, она пышная и роскошная, и со всеми знаками уважения поняли, что ничего хорошего их не ждёт, и вот тогда-то пришёл вот этот слой, вот тогда-то и написано, что они его запили, когда поняли, что ждать им больше уже нечего. Провер, что же говорит приблизительно в этом направлении. Связь между смертью царя и стоном народа от тяга от рабства очевидна. Пока живы те люди, которые первыми начали совершать такое страшное преступление, как прорабощение целого народа, есть надежда, что их совесть проснётся и заставить их прекратить несправедливость. Он заходит с другой стороны. Так, надежда здесь не только, как мы говорили раньше, комметатора, который базируется на Ронбане, что надежда как раз с переменной власти, может быть, новая власть станет. Ещё один пример очень яркий из русской истории, когда царь Павел I, который настолько не уживался со своей матушкой с Екатериной, что придя к власти, все тех, кого Екатерина возвеличивала, он их тут же постарался снять, а всех тех, кого она прижимала, всех тех, что он постарался возвеличить. Полная противоположность. А Равиш говорит не так. Тут наоборот. Ведь может быть всё-таки совесть проявится, т.е. пока живы те, кто начали порабощать, может быть, в конечном итоге совесть пробудется в них, и они отменят. Но, если это не произойдёт, но как только общественный институт, независимо от того, какой вопиющей несправедливости он прождёт, переходит наряду с государственной властью в руки новых правителей, не знающих о происхождении этого института и о том, кто установил его как законную прерогативу государству, исчезает всякая надежда, что новая власть сочтёт возможной вносить изменения в освящённую временем традицию. То есть, новая власть, новый фараон, он знает, почему евреи поработили, не знает, да неинтересно ему. Он уже получает, получая в наследство страну с прерогативами власти, он получает это как нечто данное, как нечто, само собой разумеющееся. Евреи, конечно, рабы. Он будет считать, что все общественные установления прежнего режима были санкционированы законом данной страны. Так надо. И тогда свободные люди, превращённые в рабов, в такую сатанинскую тиранию, обречены оставаться рабами на вечные времена. Итак, по крайней мере, все говорят приблизительно об одном, по-разному, объясняя, откуда могла прийти надежда, но все говорят об одном, что вопль был вызван потерей надежды. Но именно этот самый вопль, который вызван потерей надежды, он и становится причиной освобождения. Как сказано здесь? И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завец Авраамом, и Цхаком, и Яковом, вот переломный момент, здесь водораздел, здесь происходит перелом, заканчивается рабство, начинается освобождение. «И увидел Бог сынов Израиля, и презрел их Бог». И говорит Рамбан, смотрите, сколько здесь объяснений, сколько здесь аргументов освобождения. «И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завец свой с Авраамом, и Цхаком, и Яковом, и увидел Бог сынов Израиля, и что он увидел? Увидел их жуткие страдания, увидел их жутчайшее совершеноположение, и презрел их Бог». «Вы Трамбан, обратите внимание, все аргументы уже были, и союз Всевышнего с нашими прадцами, понятно, что в силу этого союза он должен освободить их потомков из Египта, и их страдания, и несправедливость, и время уже пришло, как мы знаем, по устной торе к тому, чтобы евреи выходили из Египта. Все уже созрело. Ну так, да, все созрело, но ничего не случится, до тех пор, пока не будет молитвы. Ничего человек не получит, пока не попросит. А почему человек не просит? Пока у него есть надежды на то, что как-то все устроится. Придет новый фараон, и он все исправит, или, может быть, старый фараон, тоже совесть у него пробудется, он исправит, или, может быть, еще что-нибудь, или, может быть, мы как-то договоримся с урядником, или, может быть, с прорабом. Пока у человека есть надежды, молиться ему невероятно трудно. Он может произносить тексты молитв даже три раза в день, это да, но молитва такая, которая пробивает абсолютно все двери, которая приходит, о которой можно сказать, и стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся к Богу, и хвопли от работы, вот такой вот вопль, который может вознестись к Богу, он у человека, который думает, что у него есть выходы из положения, он не получится. Получится молитва, исполнение заповедь, молиться или ещё что-нибудь в этом роде, а вопль, который пробивает все стенки, не выйдет. Когда такой вопль выходит? Когда человек теряет всяческую надежду, когда перед ним стена, он понимает, что у него нет никакой надежды, вот тогда и приходит настоящая молитва, вот тогда и приходит настоящий вопль. Этот-то вопль, он и закончил дело. Несмотря на то, что все условия для освобождения евреев созрели, говорит Ромбан, пока нет вот такой вот молитвы, ничего не сдвинется с места. Молитва, именно она привела-то нас к освобождению и к избавлению из Египта. Ещё одна сложность, которая есть в этих стихах. «И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог заветствуется в раму». Что значит «вспомнил»? Слова-то какие? «Вспомнил». Бог же ничего не забывает. Ничего и никогда не забывает. Как же так? «Вспомнил». Понятно, что союз с прадцами – это важнейший аргумент освобождения и избавления евреев из гибетского рабства. Но почему словами вспомнил? Ответ Ромбана. Простое понимание этих стихов в том, что вначале Бог скрывал от них своё лицо. То есть, есть эстер по ним. Эстер по ним означает, что Всевышний не вмешивается в ход событий. И события происходят как бы сами собой. Броуновское движение людей в истории. Когда это отношение сменяется, и Всевышний начинает вмешиваться, вот тогда мы употребляем по отношению к нему слово «вспомнил». То есть, у нас воспоминание – это причина для изменения отношения. Например, если какой-то человек просит меня о каком-то одолжении, просит, чтобы я что-то для него сделал. Мне не очень хочется это делать. У меня есть на это причина, чтобы не делать. И вдруг я вспоминаю, что он или, может быть, его отец когда-то для меня сделали большое дело и помогли мне. О, тогда я изменяю отношения. Тогда я решаю, да-да, я ему тоже помогу, потому что они же тоже когда-то мне помогли. То есть, у меня то, что я вспомнил, вспомнил, кто его отец, этого человека, у меня это привело к изменению отношений. В отношениях Всевышнего, которые не забывают ничего и никогда. Когда мы употребляем слово «вспомнил», когда мы имеем в виду само изменение отношений. То есть, если до этого отношения было эстерпани, сокрытие лица, когда Всевышний вёл себя так, не вмешиваясь в ход событий, как будто бы он не видит то, что происходит, теперь в событиях происходит перелом. Всевышний начинает вмешиваться. А ныне он услышал их стоны, презрел их, то есть больше уже не прятал от них своё лицо и узнал их страдания, всё, что случилось с ними и всё, что им требуется. А теперь мы начинаем третью главу. Тем временем Муше пас овец ятро своего тестя, медианского жреца. И погнал он овец за пустыню и пришёл к горе Божьей, к Хореву. И явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста терновника. И увидел он, вот терновник объет огнём, но терновник сам не сгорает. И Муше сказал, сверну-ка я и посмотрю на это великое явление. Отчего же не сгорает терновник? И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника и сказал, Муше, Муше. И он сказал, вот я. И он сказал, не подходи сюда. Сними обувь с твоих ног и бы место, на котором ты стоишь, земля святая. И сказал, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И закрыл Муше лицо, так как боялся взглянуть на Бога. И сказал Бог, я увидел страдания моего народа в Египте и услышал вопли его из-за его притеснителей. Так что я знаю их страдания. А теперь я сошёл спасти их от руки бегиптян и вывезти их из той страны в страну хорошую и просторную, страну текущую молоком и мёдом, вместо канонеев, хитеев и муреев, призеев, хивеев и ерусеев. А теперь вопль сынов Израиля дошёл до меня. И увидел я также гнёт, которым египтяне угнетают их. И сейчас вывод практически из всего этого – иди, я посылаю тебя к фараону и выведи мой народ сынов Израиля из Египта. О всех тех годах, которые провёл Муше в Медьяне, нет ни слова. А он там был достаточно долгое время. Что он думал, что он чувствовал при этом? Планировал ли он вернуться в Египет или нет? Не знаю. Тор об этом ничего не рассказывал. Это вполне естественно. Тора не роман, это не художественная литература, и потому все эти детали отсутствуют, Тора сразу переходит к делу. А именно, откровение Всевышнего и то, что он посылает Муше Египет с миссией освобождения евреев, но всё-таки место для некоторой неудовлетворённости ещё остаётся. А именно. Дело же не только в том, что нам интересно было бы знать, как жил Муше в Медьяне. Дело не в этом. Ведь сейчас начинается процесс пророчества. Пророчества. Что такое пророчество? Это близкий, почти прямой контакт человека с Богом. А это одна из основ веры. Человек внезапно или случайно пророком не становится. Суммане говорят о Мухаммеде, что он… Когда ему было якобы откровение в Египте, в пустыне, извините, то случилось это, что он неожиданно, внезапно, и он… Когда он пошёл спать, он был ничем не лучше, чем его осёл, а вот проснулся уже пророком. Это мусульмане могут сказать. Но Тора, одна из основ Торы в том, что такого быть не может, что пророк перед тем, как получить пророчество, перед тем, как войти в этот контакт со Всевышним, он проходит процесс духовного роста, совершенствования, становления. Это целый-целый-целый процесс. Вот о нём-то Тора тоже ничего не говорит. А что этому предшествовало? За какие такие заслуги? И чем можно объяснить то, что Муше становится пророком? Обо всем этом периоде, о всём том, что предшествовало этому откровению, Тора говорит всего лишь одну фразу. «Тем временем Муше пас овец и трос своего тесте медианского жреца. И погнал он на вес, ну, пастухом». Это, может быть, мне объяснит то, о чём мы говорили и раньше. Каким образом Муше становится вождём? Ну, вот работа пастухом, она как нельзя лучше подходит для будущего вождя. Что такое вождь? Вождь – это человек, который, с одной стороны, даёт направление, указывает направление, куда двигаться. С другой стороны, он заботится о своей пастве, о тех, которых он ведёт. Он ведёт их, указывает. Поэтому, кстати, стало само слово «вождь», вождение, он ведёт людей, заботится о своей пастве, о том, чтобы у них была еда и питьё, удовлетворяет их потребности, и ему вверяются, и он, кто, кроме того, занимается и вопросами справедливости внутри своей общины и так далее, и так далее. Всем этим занимается пастух. Пастух указывает овцам направление, он ведёт их за собой, он с ними делит все их невзгоды, не то, что он сидит дома и пультом управления направляет овец, куда они пойдут, он находится вместе с ними в походных условиях. Он заботится о них, он заботится, чтобы у него была еда, это всё понятно, но это, что касается лидерства. А, пророк, где здесь хоть какой-то намёк на то, что привело именно его, почему Всевышний выбрал его и сделал его своим пророком? И всё, что сказано, и погнал он на вет за пустынью, и пришёл к горе Божьей к Харавею. Раши комментирует этот стих так «за пустыню, чтобы отдалиться от Гезель». Гезель имеется здесь в виду не грабёж, как это обычно переводится в русских переводах. Гезель имеется в виду любое несправедливое присвоение себе чужого имущества или в данном случае нанесение ущерба неоправданного чужому имуществу. То есть, чего он хотел? Он хотел, чтобы овцы не паслись в чужих полях, поэтому он их отогнал дальше, дальше, дальше. Пустыня – это то место, где никто не живёт, и где люди место это не обрабатывают. Поэтому там его овцы могут пастись, и он может быть уверен, что они ничего чужого не тронут. Сфорно объясняет этот стих так «И пришёл он к горе Божьей в одиночестве, чтобы молиться в уединении». То есть, по Сфорно вроде как понятно, что Тора хочет здесь сказать, каким образом человек становится пророком. Прежде всего, это то, что двигало мужа здесь, он хотел отдалиться от человеческого общества, отдалиться от общества людей. Он ищет уединение, одиночество. А что он достигает в этом уединении, в одиночестве? Он достигает действительно духовного развития, когда ему не мешает мирская суета, когда ему не мешает шум вокруг себя. Вот тогда он и приходит к близости к Богу, он ищет близости к Богу. Известно и не в такое далёкое время то, что рассказывает о Большемтов, каким образом он достиг таких духовных высот. Он, конечно, не стал пророком, поскольку пророчества в наше время нет, но вот этой небывалой духовной высоты, которую он достиг, он её достиг именно уединившись от всех в Карпатских горах, где он был наедине со Всевышним, и годы, проведённые там, и сделали его Большемтов. Нечто подобное. Говорит Сфорно здесь о Моше. Он стремился к уединению, пришёл к горе Божьей в одиночестве, чтобы молиться там в уединении. Итак, мы знаем, что Хазуныш в «Имунау-Битахон» говорит об этом, что он говорит там о приобретении веры, что вера – это тонкая предрасположенность, протекающая из деликатного душевного склада. Если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстей, если человек наслаждается покоем, то есть человеку веры – это то, что ему больше всего нужно, а именно его самые лучшие часы для такого человека – это часы тишины, когда вокруг ничего не трещит, когда вокруг не мешают люди, не трещит радио и средства массов. Тишина, уединение. Так человек приходит к настоящей сильной возвышенной вере. А вот Раша даёт нам совершенно-совершенно иной ответ. Он не ищет уединения, он не уходит в пустыню для того, чтобы там его душа воспарила в верхние миры, он ищет совершенно другого. Он ищет уверенности в том, что он никому не приносит вреда, что его овцы, которых он пасёт, ничего чужого не тронут. И вот это-то, вот эти самые заслуги, получается, это то, что Тора здесь указывает нам, что именно в силу этих самых заслуг Моше и становится пророк. Есть здесь ещё одна деталь, которая вызывает удивление. Он приходит за пустыню к горе Божьей, Хорев – гора Божья, имеется в виду Синай. Известно, есть мемора рассуждает о том, какое настоящее название горы – гора Синай или гора Хорев. Есть, которые говорят, что её настоящее название Хорев, а Синай названа только вследствие Синай – та ненависть, которая появилась в мире после дарования Тора других. Говорят, наоборот, Синай её настоящее, так или иначе, но то, что она гора Божья, Моше явно, когда он приходил к этому месту, не знал, что она гора Божья. Там не было указателей, что это гора Божья, на которой произошло откровение, Синайское откровение, потому что его тогда ещё не было. Но это, говорит Раши, довольно часто в Торе явление, частый феномен, когда географические названия указываются за счёт будущего. Нам известно, что в дальнейшем из-за событий, которые произойдут в этом месте, они получат такое-то имя, а Тора уже заранее называет их этим именем. Самый первый контакт, может, со Всевышним, происходит на Хореве горы Синай. В принципе, Всевышний мог бы выбрать для этого любое другое место. Он выбрал именно это. Почему? Тоже символично, говорит Рафирш. Здесь уже становится ясным, какова будет цель, конечная цель избавления из Египта. Не просто освобождение, не просто избавление от иго-поработителей. Цель будет прийти сюда, к горе Хорев. И здесь получить Тору. Еврейский народ выйдет из Египта для того, чтобы стать народом Тора, для того, чтобы получить здесь Тору. И именно поэтому самый первый контакт Всевышнего с Муше и требования, которые он ему даёт в конце этого контакта, отправиться в Египет и начать процесс освобождения из Египта, он происходит именно там, на горе Божьей, в Хореве. Здесь мы можем закончить. И только были ещё вопросы, которые были заданы в ходе. История с Етрона не даёт людям покоя. Вопрос был задан. Как же Етрон не понял, что не получится, чтобы через победу над грехом Гершом так воспитается? Ведь пример греха Адама показывает, что так лучше не делать. Я не совсем понимаю, что Етрон не понял, что не получится. Что не получится, не получилось. Это потому, что он сам не потребовал. Етрон, то, что Етрон думал, он хотел. И было бы у него желание действительно, как объясняет Абхайм Шмулевич, чтобы внук не получил воспитания по Торе, не получил строгого воспитания, которое мог бы дать ему муше, а чтобы он вырос в лоне той самой религии и сам бы её потом отверг. То, что Тор это не получил, почему не получил? Потому что он сам этого не потребовал, потому что он сам в своём процессе отрицания этой религии зашёл дальше, сделал ещё несколько шагов так, что стал уже думать совсем о том, чтобы сделать генюр, и в конечном итоге он эти требования не реализовал. Что ещё были здесь вопросы? По поводу рабства Божьего, то, что в муше сказано, что он Эвидашем, раб Божий, понятно, что это процесс, не то, что начинается с самого начала. А к этим этот комплимент Тора даёт муше уже в конце его пути. То, о чём, для чего, всевышний вопрос, зачем здесь был куст, не сгорающий куст и так далее, в чём смысл этого куста, это довольно долгая история, об этом лучше мы поговорим на следующем уроке, а сегодня мы здесь закончим.